Бизнес-фундамент эффективной экономики. Чтобы укрепить его, правительством был принят комплексный план развития на ближайшие годы. Ускорить движение вперед – задача национального проекта. За ближайшие 6 лет мы должны добиться того, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны сперва провисил планку в 30%, а затем стремился бы и к 40%. Сейчас, напомню, это в районе 20%. Мы продолжим расширять пространство, возможности для работы индивидуального малого и среднего бизнеса. В ближайшие годы в сфере малого и среднего бизнеса будет занято более 25 миллионов россиян. Только в республике в рамках национального проекта субъекты МСП должны обеспечить рабочими местами свыше 200 тысяч человек. Вырастет до 10% и доля предприятий, поставляющих свою продукцию на зарубежные рынки. В стратегии развития деловой среды большую роль играют меры господдержки. В бюджете региона на эти цели заложено сотни миллионов рублей. Финансовые меры – это всевозможные налоговые льготы, либо прямая финансовая поддержка. И, конечно, нельзя не сказать еще и об имущественной поддержке. Для субъектов малого и среднего предпринимательства тоже существуют определенные преференции по имущественной поддержке. Ну и организационная, конституционная. То есть достаточно широкий спектр услуг. У нас и созданы организации инфраструктуры поддержки. Достаточно широкий спектр. Это и республиканский бизнес-инкубатор, который как раз-таки вопросами имущественной поддержки занимается, а также консультирует, как открыть свой бизнес, какую систему налогообложения выбрать. Республиканский бизнес-инкубатор – универсальная площадка для запуска и развития собственного бизнеса. Здесь на бесплатной основе разрабатывают бизнес-планы и технико-экономические обоснования, оказывают консультации по вопросам ведения бизнеса, проводят семинары, тренинги, лекции, конкурсы как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса в республике открываются большие возможности. Субъектам МСП помогают получить залоговую базу, сертифицировать продукцию для выхода на экспорт, оформить займы по льготной ставке до 5 миллионов рублей. Спрос на микрокредиты в республике растет. Получали займ, то есть у нас есть на свой день действующие льготные кредиты от АПМБ, и получали также инвест-займ. Одна из последних форм поддержки – это была помощь в получении сертификатов в соответствии. Для того, чтобы поставлять продукцию свою, сертифицировать свою продукцию, и поставлять на такие рынки, как Роснефть, Лукоил. В ближайшие годы, благодаря принятым мерам поддержки, в республике должно вырасти количество субъектов МСП, стимулировать интерес к бизнесу – одна из задач национального проекта.